Всем привет, дорогие друзья! С вами Гайяне, и вы, как и раньше, находитесь на моём канале, где мы изучаем французский язык. И сегодняшнее наше видео посвящено двум разговорным выражениям, в которых будут фигурировать вот два слова – кролик и ребёнок. Всё, как и раньше, мы просмотрим с вами на отрывках из каких-то роликов, либо фильмов, либо передач, чтобы вам было проще запомнить. Итак, давайте начнём. Первое разговорное выражение, связанное с кроликом, звучит как «poser un lapin», что дословно означает «положить кролика». У французов же это выражение несёт следующий смысл – «не прийти на встречу», «не прийти на свидание». «Poser un lapin à quelqu'un». Не знаю этимологию этого выражения, надо было заранее, наверное, перед этим видео всё-таки почитать. Почему «poser un lapin» всё-таки означает? Кстати, можете написать в комментариях, «не поленитесь», «погуглите» и попробуйте понять всё-таки этимологию этого выражения, но в любом случае, это выражение сейчас несёт смысл «не прийти на свидание». «Poser un lapin». «Poser un lapin», vous le savez tous, signifie «не pas venir à un rendez-vous» и, surtout, «ne pas prévenir la personne abandonnée». Например, «je suis venu à l'heure, mais il a fini par me poser un lapin». «Я пришёл вовремя, но, в конечном счёте, он не пришёл на встречу со мной». «Он меня обманул и не пришёл на нашу встречу», «на наше свидание». «Je suis venu à l'heure, mais il a fini par me poser un lapin». «Je vais vous expliquer la réaction que vous devez avoir lorsqu'une fille vous pose un lapin». «No, это выражение мы можем часто увидеть в диалоге, например, в таком контексте». «Figure-toi, il lui a posé un lapin». «C'est pas vrai, mais quel connard». «Представь себе, он не пришёл на свидание к ней». «Даладна, votre придурок». «Figure-toi, il lui a posé un lapin». «C'est pas vrai, mais quel connard». «30 минут plus tard, le mec n'est toujours pas là.» «Non, il t'a posé un lapin». «Он лапин?» «Да, c'est ça, en plus». «Пourquoi ты me regardes comme ça, comme si j'avais l'habitude de me décommander ou de poser le lapin?» «Почему ты на меня так смотришь? Как будто бы у меня в привычке от меня свидания или просто не приходить на них». «Пourquoi ты me regardes comme ça, comme si j'avais l'habitude de me décommander ou de poser le lapin?» «Ну или вот как в отрывке». «Elle pose lapin sur lapin». «Она не приходит из одной встречи к другой». «Она каждый раз не приходит на свидание». «Elle pose lapin sur lapin». «Кролик на кролике», так сказать. «Кроликом погоняет». «La grosse lâche, elle, elle a aucun courage. Elle a l'air partante, mais elle te pose lapin sur lapin. Tu la verras jamais». Итак, это мы с вами поговорили о кроликах. Теперь давайте поговорим о детях. Нет, не о соседских детях, которые сейчас орут и бегают, а о других детях. Выражение «faire l'enfant». Во французском языке это выражение не означает «делать ребёнка». Если мы говорим о выражении «делать ребёнка», то это «faire un enfant», то есть неопределённый артикль какого-то. Ну, «делать ребёнка». Но в данный момент мы говорим о выражении «faire l'enfant», и артикль тут играет важную роль. Означает это выражение «ребячиться», «вести себя как ребёнок». «Faire l'enfant». Чаще всего мы скажем в жизни «ne fais pas l'enfant». «Перестань вести себя как ребёнок», «перестань ребячиться». «Не фей пааааアенфан». «Перестань вести себя как маленькие». «Арреть за ребёнком», «ак диакал часть». «Арреть де фер ар saker buriedо». «Вреда делатьande widerständ ket放arin conditional над «трих», «вести себя как её различным». Субтитры делал DimaTorzok Вот как-то так. Наше короткое видео на этом заканчивается. Если оно вам понравилось, вы помните, что я буду вам благодарна за лайки, за репосты, за комментарии. Также не забудьте подписаться на мой канал в Телеграме и на мой канал в Ютьюбе, если вы на него еще не подписаны. Все-таки на канале уже вышло больше 180 видео, где в логическом порядке я попыталась выстроить видеоуроки, чтобы с начального уровня вы дошли до более продвинутого. В данных видеоуроках, в последнем десятке, наверное, мы рассматриваем с вами разные фразеологизмы, устойчивые выражения, которые обогащают наш язык. То есть, я думаю, это уже уровень B2. Ну, это будет в любом случае полезно всем. Возможно, даже те, кто уже успел сдать C1, возможно, вы даже и не знали таких выражений. Вот я, например, когда получила сертификат C1, выражения по The Unleupal я не знала. В общем, продолжаем двигаться вперед. У меня остается неисчерпаемый запас идей. И увидимся с вами в следующем видеоуроке. Спасибо всем большое и до новых встреч. Merci beaucoup. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»